Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Строительством трассы Кисловодск-Сочи заинтересовались инвесторы из Арабских Эмиратов. Проект призван в несколько раз сократить путь. Контроль за жильем, которое сдается в наем, будет усилен. Об этом сегодня на планерном совещании заявил глава Сочи. В городе заметили редких для субтропиков птиц. В Красной Поляне нашли камушевую овсянку и черношейную поганку. В Сочи приехала Паралимпийская сборная России по футболу. Здесь спортсмены готовятся к главному старту года. Тысяча квадратных метров спорта в станице Динской открылся краевой центр единоборств. Это первый подобный комплекс в сельской местности на Кубани. Секции подобраны на любой вкус от традиционного самбо до восточных боевых искусств. Что важно, занятия для детей проходят бесплатно. Наши краснодарские коллеги посмотрели, как будут готовить будущих чемпионов. Пока мастера кэндо, японского искусства владения мечом, оттачивают на себе удары, в секции по рукопашному бою демонстрируют, как обезвредить нападающего голыми руками. Девятилетний Кирилл Михно с радостью показывает свои любимые приемы. Вот так надо, чтобы рука шла сюда и чтобы он постучал. Это как сдается. Кроме рукопашного боя в краевом центре единоборств обучают еще греко-римской борьбе, самбо, тайскому боксу, карате. Легче сказать, чего здесь нет. Тысяча квадратных метров разбито на отдельные зоны. Тренажерный зал, зал спортивной борьбы, место для отработки ударной техники. Причем записаться в секцию можно абсолютно бесплатно. Ну а условия? От них даже тренеры робеют, вспоминая места, где приходилось заниматься раньше. Условия, конечно, были отвратительные. Сюда зашли мы как в дворец, олимпийский дворец. Постараемся растить олимпийских чемпионов. Краевой центр единоборств, который открылся в станице Денской, первый подобный комплекс в сельской местности. А ведь на Кубани боевыми искусствами уже занимаются 50 тысяч человек. Поэтому нет сомнений, что такие спортивные залы будут востребованы во всех районах, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня он посетил новый центр, зашел в тренажерный зал и побывал на тренировке по рукопашному бою. Как вам зал, в котором вы сейчас тренируетесь? Вчера. А раньше вы тренировались в каком зале? В мальчик. Какой лучше? Где вчера или который сейчас? Сейчас. Самое главное – сделать спорт доступным. И неважно где – в крупном городе или небольшом поселке. За последний год на Кубани уже построили 4 малобюджетных спортивных зала. В этом году планируют еще 14. Дух, который сегодня воспитывается и будет воспитываться в этом спортивном комплексе на этих коврах, во-первых, и в жизни им поможет быть успешным. Не обязательно им быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Они должны стать чемпионами в жизни. Это намного важнее. И я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня пришли, на самом деле, достичь в жизни успехов. Никто из вас не может загадать, кем вы будете через 5, 10, 15 лет. Главное – стремиться верить в себя, верить в свой народ, верить в свою землю. Губернатор Края принял еще одно важнейшее стратегическое решение. С 1 сентября в качестве эксперимента в 100 наших общеобразовательных школах начинается преподавание уроков самбо. В неделю три урока по физической культуре, так вот третий урок будет преподаваться именно борьба с самбо. Кстати, чемпионатом именно по этому виду спорта сегодня обновили Краевой центр единоборств. В соревнованиях участвовали команды из Тимошевского и Денского районов. Однако только лишь боевыми искусствами в этом комплексе ограничиваться не будут. В будущем здесь появится бассейн и теннисные корты. А за день до этого Вениамин Кондратьев посетил среднюю школу номер 23 в поселке Гайдук еще до ее торжественного открытия. Там запустили новый корпус для начальных классов. Он рассчитан на 400 мест. Глава региона пообщался с учителями и заглянул в каждый класс. Для учеников здесь оборудованы просторные кабинеты, спортивные и хореографические залы, закупленное интерактивное оборудование. Одним словом, результаты строительства превзошли самые смелые ожидания. На возведение нового корпуса потратили свыше 360 миллионов рублей. Это средства федерального, краевого и местного бюджетов. Вам очень повезло, потому что попали, я считаю, в современнейшую школу. Очень комфортно, удобно. И делать первые профессиональные шаги в своей учительской карьере, именно карьере. Я считаю это очень и почетно в такой школе, и ответственно. Потому что нужно сегодня соответствовать тем аудиториям, тому уровню. И на самом деле я хотел бы, чтобы у вас все получилось. 23-я школа – одна из старейших в Краснодарском крае. В прошлом году отметила 100-летний юбилей. Новое учебное заведение ждали и ученики, и родители. Как отметили краевые власти, это очередной шаг в большой перезагрузке образовательной системы Кубани. Рекордно низкое количество жалоб было зафиксировано на президентских выборах в Краснодарском крае. Об этом Венемину Кондратьеву сегодня доложил председатель избирательной комиссии края. По словам Алексея Черненко, обращения о нарушениях поступало крайне мало, как в день проведения голосования, так и уже после закрытия избирательных участков. Как отметил губернатор, это еще одно доказательство того, что выборы президента страны прошли честно и открыто. Я хочу сказать спасибо вам и избирательной комиссии нашего края за активную работу, за бессонную работу, за объективный подход. Сегодня не только я, но и наблюдатели, которые были в количестве 15 тысяч в нашем крае, и наблюдатели из Европы, они отмечают очень высокий уровень проведения выборов президента Российской Федерации. Это, наверное, самое главное и объективная оценка. Для нас принципиально важно, чтобы никто не сомневался в результатах выборов, чтобы никто не мог упрекнуть президента России, конечно, нас, власти в нелегитимности выборов. Вы абсолютно правы, и юридическим подтверждением это вот передо мной протокол избирательной комиссии края, подписанный в 11 часов 27 минут, где все члены избирательной комиссии, они представляют все парламентские партии, общественные организации, единогласно подтвердили и утвердили результаты голосования, подтвердили, что они прошли законно, прозрачно, в строгом соответствии с требованием закона, и действительно явка рекордная не только для края последних лет, она рекордна для края последнего десятилетия. В Южном федеральном округе Краснодарский край показал самую высокую явку и занял третье место в целом по стране. Участие в выборах приняли почти 78% кубанцев, имеющих право голоса. Строительством трассы Кисловодск-Сочи заинтересовались инвесторы из Арабских Эмиратов. Об этом сообщает портал Югару со ссылкой на первого замминистра по делам Северного Кавказа Одесса Байсултанова. По его словам, поручение о поиске решения по строительству дороги на условиях государственно-частного партнерства дал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Байсултанов подчеркнул, что Минкавказ станет локомотивом решения вопроса строительства автодороги. Кроме того, сегодня уже отмечается интерес инвесторов, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас автодорожное сообщение между Кавминводами и Сочи осуществляется по двум маршрутам. Через Краснодар – это 720 километров. Время в пути около 11-12 часов. И через Майкоп и Туапсе протяженностью 600 километров. Время в пути – 10 часов. При этом последний маршрут проходит в горной местности. Часть в районе Шаумяновского перевала. Там гравийный участок. Новая дорога должна укоротить. Путь между двумя курортами вдвое – до 290 километров. По последним данным, стоимость проекта оценивается в 200 миллиардов рублей. Контроль за жильем, который сдается в наем, либо под коммерческую деятельность в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах, будет усилен. Об этом сегодня на планерном совещании заявил глава Сочи Анатолий Пахомов. Расскажет Елена Овсецина. За два месяца текущего года доходная часть бюджета не выполнена в полном объеме. Глава города потребовал усилить работу налоговика. И хотя не выполнение допущено только на 4%, это налог на доходы физических лиц, Анатолий Пахомов рекомендует посмотреть все виды налогов. Вот, например, от сдачи жилья пенсионерами дачных домиков или гаражей. Они уходят от налога, при этом получают это только в Сочи льготу по земельному налогу. Этим товарищам запретит заниматься коммерческой деятельностью в гаражах, то есть сдавать незаконно. Если человек сдает и получает деньги, он должен налоги платить, а он не платит. Вот у нас выявлено 70 тысяч сегодня незаконно проживающих в гаражах и садоводческих товаров. 70 тысяч. Они платят за гараж 25 тысяч в месяц. И, как показывает практика, контроль за гаражными кооперативами, который ведется второй год, не напрасен. Например, во время поиска пятилетней девочки в селе Бестужевское Адлерского района был обнаружен в одном из домов схрон с оружием и боеприпасами. Глава города просит усилить меры контроля. И здесь необходима помощь не только правоохранителей, но в первую очередь самих горожан. Знать, кто твой сосед и чем занимается, это вынужденная мера борьбы с непрошенными гостями. В гаражах машины должны стоять, а не люди, которые бесконтрольные. Но истинно ради мы должны сказать, это же бесконтрольные люди там живут. Бесконтрольные. Они все там непрописаны, они все незаконно там проживают. Все до единого. По-прежнему глава города призывает сочинцев быть более активными, если вдруг увидели строящийся многоквартирный дом на земельном участке ИЖС. Необходимо срочно сообщать в земельную инспекцию администрации города или департамент городского строительства. Те же организации, которые помогут снести незаконные объекты, получат от властей земельные участки, на которых находится самострой. Прием заявок от предприятий ведет управление капитального строительства. Телефон 2-64-39-18. Елена Овсетсина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи водитель дорогой иномарки протаранил Жигули. Порш Каен на скорости врезался в Вазовскую четверку, причем на встречной полосе. Авария произошла накануне на улице Транспортная. Со слов очевидцев, водитель Порш Каен во время поворота не справился с управлением. Автомобиль вынесла на встречную полосу. Там иномарка врезалась в Жигули. По информации ГИБДД, водитель Каена ехал с большим превышением скорости. В аварии пострадали оба водителя, находившегося за рулем четверки, доставили в больницу со множественными травмами. Владельцы иномарки спасли подушки безопасности. Всероссийский фестиваль журналистов пройдет на Кубани в октябре. В этом году форум сменит прописку. Раньше его проводили в Дагомысе, теперь площадка переедет в другое место. Детали организации фестиваля «Вся Россия» сегодня обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьев. Очень сильная журналистика на Кубани, очень много интересных проектов коллеги делают, и я думаю, перспектива еще более интересна, потому что мы традиционно, Союз журналистов проводит здесь наш фестиваль, пресса «Вся Россия». Такого нигде в мире нет, чтобы собирались со всей страны такое количество журналистов. На фестивале журналистов ждут мастер-классы. Вениамин Кондратьев отметил, что такие мероприятия очень важны, так как работники средств массовой информации должны держать самую высокую марку. Запрос общества очень простой. На объективную журналистику, на честную журналистику, на журналистику незаказную. У нас одни общие задачи и одни общие проблемы. И мы вместе с журналистами нашими, кровными, ищем пути, способы решения этих проблем. Вот поэтому мы и вместе. Поэтому у нас полное взаимопонимание. Потому что мы с ними говорим на одном языке. Наше кубанское журналистское сообщество, оно в авторитете у жителей нашего края. Почему в авторитете? Потому что я уже сказал, что такая журналистика – это образ жизни. И у нас сегодня журналисты со стержнем. На самом деле идут на ситуацию, не исходя из какой-то конъюнктуры и проблемной ситуации, исходя из понимания того, что эту проблему нужно решить. Кроме этого, Вениамин Кондратьев и Владимир Соловьев обсудили со здания на Кубани дома журналистов. Здание уже подобрали. Оно находится в самом центре Краснодара. Мировая политика в руках молодых студентов Сочинского госуниверситета обсудили серьезные вопросы с депутатом Госдумы. Константин Затулин рассказал будущим специалистам о причинах и возможных вариантах развития отношений России с соседними государствами. Отношения с миром и место России на мировой арене студенты Сочинского государственного университета до сегодняшнего дня могли оценивать разве что на основе телевизионных программ на федеральных каналах. Встреча с депутатом Государственной думы Константином Затулиным дала шанс говорить об актуальных вопросах мировой политики России в стенах родного вуза. Нам не должно быть сочинцам безразлично, что происходит вокруг нас, что происходит во внешней политике. Она вторгается в нашу жизнь. Самый яркий пример это то, что сейчас происходит в связи с провокационными обвинениями России. Совершенно идиотской истории с попыткой отравления перебежчика Скрипаля в Великобритании. Вопросы защиты русскоязычного населения в других странах, облегчение процесса их возвращения в Россию один из главных аспектов обращения депутата к студентам. Своё выступление Константин Затулин провёл в форме доклада о политической обстановке, в первую очередь среди бывших республик Советского Союза. Сладная группа государств сочла необходимо уступить в более тесные отношения с Россией, как для того, чтобы опереться на её экономические и военные возможности, это Белоруссия, Армения, так и для того, чтобы надеялся этим застраховать себя, вмешать в России свои внутренние дела, Казахстан. Зашла речь и о Сочи. Депутат Государственной Думы, избранный сочинцами в 2016 году, настаивает, курорт должен расти и развиваться. И успех такого настроя во многом зависит от молодёжи. Ну а сам Сочи, как вы знаете, Олимпийская столица, это город, который открыт и который ждёт отдыхающих гостей со всего мира. Поэтому нам не должно быть сочинцам безразлично, что происходит вокруг нас, что происходит во внешней политике. Дела города-курорта России в целом и всего мира – это следствие отношений конкретных людей, пояснил депутат Затулин. Правильное понимание ситуации и работа в интересах мирного населения – это то, к чему призывает Россия лидеров и других государств. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». С началом весны в Сочи началась традиционная работа по обрезке деревьев. Сегодня специалисты кронировали старейшие пальмы на Новогинской. Благодаря такой санитарной чистке 15-метровые экзоты и набирают высоту. С первыми тёплыми днями у сочинских растений заканчивается зимовка. С них снимают укрытие и начинают обновлять. Обрезают сухие ослабленные ветки, где-то формируют кроны, чтобы придать им ухоженный вид. На улице Северная специалисты кронировали платаны, сегодня перебрались на Новогинскую. Здесь санитарную очистку произвели всему пальмарию. Обрезка больных поврежденных веток и листвы улучшит, в том числе и прохождение воздуха и света через крону в Вашингтоне. Этот сорт пальм здесь высадили ещё в конце 70-х. И сегодня эту американо-мексиканскую уроженку сочинцы считают чуть ли не главным городским растением. К слову, кронированию в эти дни подвергнутся все нуждающиеся в этой процедуре растения Сочи. Это снизит риск их заболеваемости. На зиму у нас точка роста была завязана. С наступлением весны все эти работы не запланированы, они контрактные, планово идём по всему району. Это необходимо для того, чтобы растения в последующем имели более здоровый рост, более красивый, зелёный, насыщенный цвет. Через 2-3 недели, уверяют озеленители, пальмы сформируют кроны новыми листьями и приобретут привычный вид. В Сочи заметили редких для субтропиков птиц – камышовую овсянку и черношейную поганку. Специалисты Кавказского биосферного заповедника обнаружили их на пруду вольерного комплекса в экоцентре «Лаура». Там был замечен самец камышовой овсянки. Это вторая встреча этого вида в Кавказском заповеднике. Первый раз самка была замечена 10 лет назад на кордоне Умпырь. Учёные сделали вывод, что во время весеннего перелёта небольшое число овсянок всё-таки преодолевали горы главного Кавказского хребта, хотя у этих птиц другие основные пути миграции. А жители посёлка Красная Поляна нашли на своём участке и передали в экоцентр редкую для Сочи черношейную поганку. Ранее орнитологи заповедника ни разу не наблюдали эту птицу в весеннем перелёте. Как сообщает сайт yuga.ru, в декабре учёные орнитологического парка Сочи заявили об обнаружении 7 новых видов птиц. В Сочи на тренировки приехала параолимпийская сборная России по футболу. Команда проводит первые в сезоне сборы. Основная цель – подготовка к главному старту года – чемпионату Европы. Все подробности у Инги Габешия. Сборная России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом проводит в Сочи первый в этом сезоне сбор. Его цель – это физическая подготовка и наработка технических навыков. Обычно национальная команда базируется на центральном стадионе, но сейчас его поля готовят к чемпионату мира, поэтому тренируются футболисты на Мацесте. У нас первый сбор в этом году. Сейчас собрались все команды первый раз. Будем такой подготовительный сбор. Чуть-чуть физику поднимут, вспомнить тактику, все такое. Ну и тренер, наверное, смотрит новых кого-то игроков. Помимо основного состава, в Сочи на сборы приехали и члены молодежной команды. И тех, и других в этом году ждут серьезные старты. У нас в июле будет в Голландии чемпионат Европы. Еще у нас будет в августе молодежный чемпионат мира 19-летний. И несколько игроков сейчас даже из молодежной сборной команды находится здесь. Кстати, наша национальная сборная сегодня в числе топовых команд мира. Футболисты дважды в истории выиграли паралимпийские игры. Они трехкратные чемпионы мира. У меня много реагали. И паралимпийские чемпионы, чемпион мира, и обладатель Кубка мира. У меня только единственного звания чемпиона Европы нет. Исправить это футболисты постараются уже в июле. Кстати, в числе своих основных соперников российская команда называет Украину и Англию. Ну а на сборах в Сочи паралимпийцы пробудут 12 дней. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи пройдет Кубок России по тяжелой атлетике. Турнир состоится с 22 по 28 марта на базе Югспорта. В этом году участие в соревнованиях примут около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше, которые представляют около 45 регионов России. Программа турнира включает в себя личные соревнования, сумма двоеборья и командные. Оценивать судьи будут технически правильный подъем штанги в двух упражнениях – рывок и толчок. Соревнования по тяжелой атлетике такого высокого уровня впервые пройдут на территории Краснодарского края. От нашего региона в них примут участие сильнейшие спортсмены страны, неоднократные победители и призеры международных стартов. В том числе сочинец Вячеслав Яркин. Торжественное открытие Кубка России по тяжелой атлетике состоится в 15 часов 23 марта. В Федеральном центре единоборств Югспорта вход на соревнования свободный. Сочи принимает первый этап нового сезона национальной парусной лиги. Два дивизиона, 12 этапов, более 50 команд. Все это о крупнейшем парусном проекте России. Начинается новое противостояние сильнейших яхтсменов страны. С 23 по 25 марта в Сочи в борьбу за титул чемпионов вступят 26 экипажей высшего дивизиона. А уже через неделю свой парусный марафон начнут участники премьер-лиги. Соревнования пройдут в центре города. Гоночная деревня будет располагаться на центральной набережной напротив концертного зала «Фестивальный». В новом сезоне регаты проекта пройдут также в Геленджике, Конаково, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Севастополе. 24 марта на набережной с 11.00 до 16.00 будет организована детская береговая программа. Здесь научат вязать морские узлы и подготовят викторины. Лучшие смогут сами попробовать сесть под парус. В это же время на акваторию выйдут лучшие воспитанники детских парусных школ города, которые примут участие в первой детской регате. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Мне остается напомнить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok